Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Перовскитные пленочные фотоэлементы, активно развивающиеся во всем мире технологии альтернативной энергетики. Солнечные батареи из перовскитов можно печатать на специальных струйных или матричных принтерах без применения вакуумных процессов. Это снижает стоимость устройства по сравнению с традиционными кремниевыми. Другими их преимуществами являются гибкость, фотоэлемент можно изготавливать на подложках из ПЭД, Лавсана, обычного материала для пластиковых бутылок и компактность, за счет которых пленочные фото модули можно монтировать на стены зданий и кривые поверхности автомобильных стекол, получая независимый обогрев, либо электропитание. Перовскитный модуль имеет структуру сэндвича, между слоями которого происходит процесс сбора электронов, в результате которого энергия солнечного света преобразуется в электрическую. При этом слои очень тонкие, от 10 до 50 нанометров, а сам сэндвич тоньше человеческого волоса. Чем менее энергозатратно происходит процесс электронного перемещения внутри сэндвича, тем эффективнее работает весь модуль. Научная группа физиков НИТУ, МИСИС и Университета Торвергата, Милан, Италия, доказали экспериментально, что небольшая добавка максинов на основе карбида титана в светопоглощающие слои перовскита улучшает процесс электронного перемещения и оптимизирует работу батареи. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале NANO Energy. Название МИКСИНОС отражает процесс создания материалов. Они производятся путем травления и отшелушевания атомарно-тонких слоев предварительно нанесенного алюминия на слоистые карбиды, MAX Phases. MAX Phases – слоистые шестиугольные карбиды и нитриды. В работе мы демонстрируем полезную роль легирования МИКСИНОС как для фотоактивного слоя, так для слоя переноса электронов в транспортных слоях фуллеренов перовскитных солнечных элементов на основе оксида никеля, рассказала соавтор исследования, сотрудник лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ, МИСИС, аспирант Анастасия Якушева. Добавление МАКСИНОВ позволяет, с одной стороны, легко настраивать выравнивание уровней энергии на границе перовскит – фуллерены, а с другой стороны, контролировать концентрацию дефектов в структуре ячейки, что, в свою очередь, улучшает сбор фототока. Созданные на основе нового состава фотоэлементы показали повышенные характеристики с эффективностью преобразования мощности, превышающей 19%. Это на 2% больше мощности аналогов. Предлагаемый разработчиками подход может быть легко масштабирован до формата модулей и панелей большой площади, поскольку легирование МАКСИНОС, МАКСИНОМИ, не меняет технологическую цепочку производства и осуществляется только на первичном этапе растворов для нанесения и не влияет на окончательную архитектуру модуля. Материал предоставлен пресс-службой НИТУ МИСИС. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.